В Кирове состоялись публичные слушания по исполнению бюджета города за 2013 год. В них могли принять участие все желающие. Лично узнать, на что расходуются бюджетные деньги, пришли более 200 горожан. На их вопросы ответил глава города Владимир Быков. Подробнее Андрей Дозорцев. Публичные слушания об исполнении бюджета – возможность в сжатом виде получить всю информацию, как формировалась казна города и на что тратились финансовые средства. Основные характеристики бюджета – доходы, расходы, дефицит. Последний, как прошлый год, составил 633 миллиона рублей, при общем объеме поступлений – более 9 миллиардов рублей. В рамках исполнения расходной части своевременно были обеспечены все социальные обязательства. В отчетном финансовом году обеспечено поэтапное повышение заработной платы педагогическим работникам детских, дошкольных и общеобразовательных учреждений основного персонала учреждения «Культура» в целях реализации указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Горожане могли узнать не только цифры, но и получить конкретные ответы на вопросы или просто высказаться. Руководители центров активности благодарили власти города за поддержку местных инициатив. С помощью областного и городского конкурсов, проектов в областном центре удается благоустроить территории, организовать детские и спортивные площадки. Главное пожелание инициативных горожан – чтобы предоставление субсидий продолжалось. Нужно такие конкурсы поддерживать, потому что они не только направлены на благоустройство территории, но они направлены также на сплачивание и объединение людей. Предлагаем всем участвовать в тех инициативах, которые идут от правительства в области. Эта совместная работа дает результаты в городе более положительные, и их видно. Сегодня мы говорим о том, что совместно эти решения дают успех. Поэтому в этом направлении мы будем с вами работать. Городских властей благодарили за ремонт детских садов и повышение зарплат бюджетникам. Были и замечания по качеству некоторых ремонтных работ в городе. В итоге решили контролировать их совместно. В целом, как отметил Владимир Быков, такие слушания необходимы и помогают в доступной форме предоставить гражданам всю информацию, в том числе по исполнению бюджета. Отчет после публичных слушаний будет направлен на утверждение в городскую думу. Андрей Дозорцев, Сергей Щекин, Вести, Киров.